Здравствуйте! В этом уроке мы поговорим об обновленном окне свойства объекта. Все настройки объектов, абресы, заливки, изменение параметров углов прямоугольника, изменение конфигураций абресов, персональные настройки отдельных объектов, доступны теперь в едином окне. И нам не нужно прибегать к различным инструментам из панели инструментов. В новой версии программы значительно переработано окно свойства объекта. Теперь все настройки, относящиеся к любому объекту, собраны в одном месте. Для того, чтобы открыть это окно, достаточно открыть вкладку окно, окна настройки, свойства объекта. Рассматривать все настройки, которые доступны в окне свойства объекта, мы будем на примере нескольких объектов. Это не замкнутая кривая, замкнутая кривая и тексты. Начнем с незамкнутой кривой. Нам доступны настройки абресов, заливок, так как объект не замкнут у нас, он не может содержать заливку, сведения об объектах, обтекание соединительной линии или обтекание текстом, информация об интернет-объектах и информация об этой кривой, то есть количество фрагментов, количество узлов, суммарная длина кривой, координаты начального и конечного узлов этой кривой. Начнем с настроек абреса. Мы можем выбрать единицы измерения, изменить толщину абреса, изменить цвет абреса, выбрать любой стиль или создать новый стиль и изменить тип углов. Например, сейчас установлен режим острые углы, скругленные углы и скошенные углы. Так как кривая не замкнутая, мы можем задать наконечники начальный и конечный. Можем изменить каллиграфические параметры нашей линии. скругленные углы и наклон. Обязательный параметр для таких линий масштабировать вместе с объектом. Это необходимо для того, чтобы при изменении величины объекта пропорционально изменялась толщина абреса. Нарисуем еще один объект. Я нарисую произвольную спираль. Также зададим для нее настройки, толщину абреса, цвет. Можем поменять стиль. Зададим наконечники. Начальный и конечный. Чем толще абрес, тем больше величина наконечника. У нас изменилась форма кисти и соответственно изменилась конфигурация абреса. Здесь не актуально включение чекбокса под заливкой, но масштабировать не мешало бы. Заливка нам также недоступна, потому что объект у нас не замкнутый. В этом же докере свойства объекта мы можем замкнуть кривую, то есть соединить начальные и конечные узлы. Теперь, когда объект у нас замкнутый, мы можем выбрать вариант заливки. Например, однородную заливку. Сразу же отображаются изменения заливки. Можем изменить цвет с помощью регуляторов цвета. Или выбрать плашечные цвета. Аналогичным образом можем изменить цвет абреса. Включить наложение абреса. Это необходимый параметр для печати. И спрятать абрес под заливкой. Перейдем на следующую страницу документа и поработаем с окружностью. Нам доступны настройки абреса, заливок, сводки, интернет-объектов и эллипса. То есть мы можем непосредственно в настройках свойств объектов указать сектор, изменить замкнутый объект на дугу и установить конечный угол и начальный угол. Вернемся к эллипсу. Зададим толщину абреса 1 мм. Обязательно будем прятать под заливкой и масштабировать объекты. И поработаем с заливками. Мы можем выбрать однородную заливку. Можем изменить цвет заливки. Можем пипеткой выбрать образец цвета с любого растрового или векторного объекта. Можем залить пересечение и включить наложение заливки. Перейдем к следующему типу заливок. Это фонтан или градиентная заливка. У нас есть типы заливок. Радиальная, линейная, коническая и квадратная. То есть это тип фонтанной заливки. Двухцветный переход. Мы можем выбрать два основных цвета. Поменять среднюю точку заливки. Оставим 50%. Можем изменить угол поворота градиента изменить количество шагов и установить цветовой переход между красным и желтым цветами против часовой стрелки или по часовой стрелке. Мы можем выбрать любой градиент из предлагаемого списка образцов или добавить потом свой вариант градиентной заливки. вернемся красно-желтому градиенту. Удерживая клавишу shift, немного уменьшив нашу окружность, отдублируем ее и применим инверсию градиента. Выберем оба объекта и уберем абрис. У нас получился объект, очень похожий на интернет-кнопку. Мы можем еще раз отдублировать окружность с уменьшением и еще раз сделать инверсию градиента. Уберем внутреннюю окружность, откроем вставку символа и добавим вот такой символ. При необходимости можно использовать это в качестве интернет-кнопки. Рассмотрим, как меняются свойства объекта на примере прямоугольника. В окне свойства объекта появилась открывающаяся вкладка «Прямоугольник». То есть мы можем непосредственно в окне свойства объекта настроить различные виды углов нашего прямоугольника и указать радиус изменения каждого угла. Можно одновременно изменять все углы, если включить вот этот замочек. Переключаться между панелями окна свойства документа можно с помощью иконок, которые размещены в верхней части заголовка окна свойства документа. Например, изменим абрис. Сделаем его достаточно толстым. На примере большого значения толщины абриса можно увидеть, как меняются углы, срезаемые по самому абрису. Например, острый угол, сглаженный угол, скругленный или скошенный угол. Уменьшим значение абриса до 5 мм, установим скругленные углы и изменим каллиграфические параметры. Обязательно включаем чекбокс «Спрятать под заливку», масштабировать объекты и наложение абриса. Переходим к настройкам заливки. Мы можем залить объект однородной заливкой или градиентной, или фонтанной заливкой, причем она может быть совершенно любого типа. Выберем один из вариантов, предлагаемых нам в списке градиентов. поменяем угол поворота градиента. Можем выбрать коническую заливку и сделать инверсию этого градиента. Выберем следующий вид заливки «Заливка узором». Мы можем выбрать узор из малых плиток, средних или больших. меняется исходный размер плиток. Уменьшим размер плиток. Сейчас у меня выбран полноцветный узор. Можно выбрать двухцветный узор из образцов. Можно выбрать полноцветный или растровый узор. Для того, чтобы было нагляднее, вернемся к заливке полноцветным узором. Уменьшим размер плиток по ширине и высоте. Мы можем повернуть наш узор, наклонить его, сдвинуть плитки по горизонтали или по вертикали. Преобразовывать заливку вместе с объектом лучше всегда, когда вы не знаете, какого размера будет в итоге ваш реальный объект. Возможно, вам придется его уменьшать или увеличивать. Как видите, в окне свойства документа для каждого объекта появляется своя вкладка, в которой отображаются свойства этого конкретного объекта. Нарисуем еще один объект на гугольник. Зададим абрис. Включаем режимы под заливкой и масштабирование скругленные углы. А для заливки выберем узорную заливку, которую мы можем зеркально отразить. Уменьшим размер плиток. включаем залить пересечением, преобразование заливки вместе с объектом и зеркальное отражение заливки. В окне свойства документа мы можем изменить число сторон многоугольника. Если мы возьмем инструмент форма и немножко поперемещаем узлы, мы получим вот такую звездочку. в CorelDRAW есть класс объектов, которые называются основные фигуры. Это стрелки, схемы, баннеры, выноски, то есть готовые объекты, которые можно использовать в своих макетах. Для них также можно задавать абрис, заливку, глифа. И для правильных фигур или основных фигур мы можем изменять положение глифа не только на самом объекте, но и в свойствах документа. Меняем положение красного глифа, желтого, и фиолетового. Давайте посмотрим, как отображаются в свойствах объекта группы объектов. Например, у меня создана группа из 121 объекта с помощью инструмента разлинованная бумага. Точно так же мы можем поменять цвет и толщину абриса, задать режимы спрятать под заливкой, масштабировать с объектом и накладывать абрис при печати поверх залитых областей, изменить заливку, выбрать какой-нибудь более сложный цветовой переход. Здесь для цвета абриса нам нужен либо темно-зеленый, либо белый. И в сводке у нас появляется информация о том, что эта группа из 121 объекта можно ее заблокировать или разблокировать. Поработаем еще с одной группой объектов. у нас здесь 34 объекта, мы можем их разгруппировать. Например, перекрасим котенку бантик. Выберем текстурную заливку. Нам доступны самые разные варианты текстурных заливок. Мы можем залить пересечения или открыть окно, в котором настроить эту заливку более точным образом, так, как нам этого хочется. корзинка, в которой сидит котенок, у нас имеет постскриптовскую заливку. Также мы можем выбрать образцы самых разных постскрипт заливок, которые доступны. когда мы работаем с окном свойства объекта, мы можем переключаться от одной вкладки к другой с помощью иконок, размещенных в верхней части этого окна. Свойства объекта значительно упрощают и ускоряют работу над макетами. макетами. Продолжение следует...